25 октября стартовала вторая спартакиада волонтерских центров. В соревнованиях приняли участие объединение добровольцев из вузов и СУЗов Омской области. На стадионе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу. Сражаться за титул победителя вышли 10 команд. Среди них учащиеся аграрного, педагогического, медицинского и университета физкультуры и спорта, Омского промышленно-экономического и автотранспортного колледжей, а также молодежного крыла Россоюз «Спаса» и движения «Волонтеры Победы». Спортивные страсти на поле кипели не хуже, чем у профессиональных футболистов. Для добровольцев приверженность к физкультуре особенно важна. Совместные игры они сплачают. У нас в основном в команде в этом году первокурсники, поэтому как раз таки для них это очень хороший вариант сплочиться, потому что вот в этот момент, когда ты играешь, ты в одной команде, это очень помогает, это сближает. Собрались все быстро, никто не отказывался, ничего, команда набралась, и вот мы выступаем сейчас, как видите. Это вполне поможет скрепить дружбу спортивными соревнованиями, ведь в борьбе рождается то, что нам необходимо. Получаем от игры то, что не хватает нам обычной жизненной жизни. Спартакиада продолжилась соревнованиями по волейболу и закончилась эстафетой. Встречи команд прошли в спортивном зале регионального министерства спорта. По результатам прошедших игр определились победители и призеры. Лучшими оказались волонтеры из Умского промышленно-экономического колледжа. Второе и третье места заняли командой Сибгувка. Отметим, спартакиада направлена на развитие молодежного добровольчества и нацелена на развитие партнерских отношений и взаимодействия между представителями волонтерских организаций региона.